я вас глубоко и нежно приветствую на своем youtube канале как всегда мукбанг и самые интересные темы только у меня на канале сегодня хачапури с грушей с сыром с медом можно так сказать что это сладкий мукбанг потому что здесь груша сладкая и мед значит чаю мне сегодня не забывайте про лайки не забываем про комментарии давайте поедим как говорится из дим до поправлю реквизит рабочий ребят приготовила опять не пробовала не знаю увидела этот рецепт в интернете заинтересовал думал что-то у меня давно не было чего-то такого необычного до слушайте как это вкусно как вкусно сочетание меда сыра и груши слоеного теста без дрожжевого готовьте вам очень понравится это я уверена видео кому надо кто не хочет в интернете лазите смонтирую выложу на youtube и в свой телеграм-канал ребят рассказала мне про свою подругу моя подпишется поделилась истории история такая знаете блин ну ужасная какая-то история на самом деле значит про ее подругу подруга переехала с другого города в краснодар значит я так поняла они еще были подростками как познакомились вот ее мама встречалась с одним дядей колей этот дядя коля был очень взрослым человеком а значит он был женат очень состоятельный двое взрослых детей и вот я так поняла по встречала маму которая моложе у нее ребенок и они переехали сюда значит строить дом или они уже построили там дома частный дом ну а до этого они жили у родителей у ее это женщина она горит я практически никогда не видела этого дядя коля подождите коля мотался на два города там семья была здесь можно так сказать любовница но не с его дочка до спачерицы но наслышана была характерно очень его боялись здесь короче они никто не работал он и содержал это дядя коля шикарно так это мякушка у меня опять подведем девочка здесь поступила в институт он за все платил в итоге они построили дом но видимо мужу строящего всего там жили и первый раз она увидела этого дядя коля старенький скрюченный такой морщинистый злой неприятные вот мужчина мы так думаю наверное мама терпела ради денег любовные такие похождения быть любовницей у старого дедушки причем не работать он всех обеспечивал ну да ладно и тут получается что он она осталась у них с ночевкой мама ушла с утра в магазин девочки уже учились в институте а подруга спала и она пошла в туалет ванну короче начала ломиться это дядя коля на сначала не выходила он есть что-то говорил она говорит я сразу поняла то есть видимо это дядя коля хотел пристать к этой девчонке молодой к подруге она это сразу смекнула что дядя коля не просто так не ломился пока мама ушла подружки она начала эту историю рассказывать своей подруге а там нет бы реакция да ты чё как он мог начала за ну заминать это все типа приставал и приставал знаете как замяли разговор все ничего не было шикарно прошло сколько-то времени уже много лет и дядя коля заболел короче она его бросила это дядю колю бросила заболел он перестал вот это мотаться нашла себе другого любовника только моложе тоже женат все значит дядя колю откинул и потом в итоге она узнает сидели пили и затронули этого дядю колю что-то вспомнили как было оказывается представляете что на горит а ты знаешь вот если бы не я нашего дома бы вот этого в краснодаре не было ну почему она с мамой мама которого хахали нашла нового молодого ну короче у них там контр и она говорит они хотят мне снять квартиру а я-то я-то поняла разговор к чему что если бы не я не и хотят из дома ну как бы давай уже в свободный путь короче она с этим дядей коле оказывается спала ради того чтобы он обеспечивал дочка то есть он жил с мамой но был ее мама была любовница этого дяди коля а он спал с ней но ей приходилось и мама об этом знала оказывается а мама специально закрывала глаза специально уходила какие-то причины то в магазин то туда и надо поехать туда якобы дать им уединиться я конечно не буду здесь никого осуждать но не кажется ли когда человек поступает то есть как ты переступаешь через себя через свою дочку ради чего ради дома в краснодаре ради того чтобы не поднимать свою пятую точку и не как-то не думать там не работать это насколько надо быть делаешь понимаю говорю тоже продажная женщина но есть такие вещи грязные это грязь когда ты подкладываешь свою дочку живя с мужиком ради того чтобы он построил дом он говорит мне приходилось да только я не поняла получается мама ее заставляла это делает либо она это делала тоже одну дочку из-за страха может быть он там ее напугал что если ты мне вот сейчас со мной не будешь не ляжешь постели на че-то у тебя не будет дома там я не знаю выгоню твою маму может быть он ее шантажировал понимаете но да вот такая вот ситуация но я считаю что это ужасающая история такая а планете что именно уже ужасающего это то что родная мама зная о таких грязных делишках закрывала на это глаза ради чего ради дома а он этот дядя коль я думаю вот он возраста не думаю что он утешал свои вот эти извращения тем более начал приставать грубо говоря с уже подруги своей пачерицы да да ему по херу таким людям вообще по херу кому приставать они увидят молодую девчонку юную и такие мужчины зачастую женщин за 30 они вообще не воспринимать для них она старая взрослая уже старая все вот надо помоложе они любят вот молоденьких привод молоденьких молоденьких таких девчонок еще вы знаете когда они не красятся когда они еще не не одевать там каблуки вот такие вода юные чистые создания когда ни разу не целованное что еще один съесть я двумя наелась но шикарно знаете медом сильно не надо вот прям струечка и полили струечка и шикарно и будет вам счастье да вот так вот туда находят мужчин женщины извращенцы фраза а потом своих детей еще подкладывают ради благ как у девочки еще и психика не сломалась понимаете она же могла всему нет в любом случае там травма какая-то скорее всего есть потому что это не здоровые отношения мамин мужик лезет тебе ну как бы да там что-то может быть ну дай бог конечно чтобы не было фух я наелась так я пойду разносить это вкусно так пишите интересные истории если у вас есть буду ждать пишите письма мелким почерком как я говорю все я вас целую с понедельником хорошего дня вечера настроение все обняла поцеловала